Первое, когда вам выходит кто-то на выступление, это вам пригодится в будущее, всегда задавайте прямо, кто он, что он из себя представляет. Сейчас много так называемых менторов, которые выступают, не имея за собой никакого практических навыков. Только практики в бизнесе могут дать советы. Бизнес и стартап – это одно и то же. Только можно разделить предпринимательство – это стартап. Когда вы предпринимаете выжить любой ценой. Бизнес – это когда у вас уже масштабируемая модель бизнеса, когда вы можете уйти, поставив совет директоров, и оно все будет работать. Это такие градации тут. Значит, расскажу про инфраструктуру поддержки в Беларуси, так как мы в Беларуси находимся. Значит, у нас существуют центры поддержки предпринимательства, курируются в Министерстве экономики, реестры есть на сайте. Они предоставляют юридические, бухгалтерские, консультационные услуги. Вы приходите, и вам обязаны на безвозмездно, бесплатно ответить на любые ваши вопросы. Пример, как открыть фирму, куда мне идти, какое налогобложение выбрать – все по полочкам вам должны рассказать. Далее, у нас есть бизнес-инкубаторы. У каждого бизнес-инкубатора свои условия. Значит, когда приходит ко мне бизнес-инкубатор, я открываю на безвозмездной основе фирму, предоставляю офисы, юридический адрес до полугода бесплатно и зарабатываю больше всего. Это у меня еще производственное помещение есть. Два месяца я предоставляю бесплатно, далее я монетизирую. Ну, варенду сдаю. Так, это сделано для того, чтобы бизнес-инкубер, предприниматель не боялся войти в бизнес. У него есть идея, но чтобы он не шел и не брал кредиты, не брал займы у своих знакомых, друзей. Это безрискованная проба вас в бизнесе. Далее, есть технопарки. Немного ошибочно, что технопарки созданы для стартапов. Технопарки созданы для IT-компаний. Они отличаются от бизнес-инкубаторов только тем, что вы должны предоставить паспорт инновационности. В исключительных случаях там есть центр прототипирования, ну, какое-то дорогостоящее оборудование технологическое. Какие-то менторские там семинары, это уже дополнительно, это не входит в обязательные условия. Поэтому технопарк от технопарка тоже отличается. Далее, у нас есть еще центр трансферной технологии, но это больше для ученых. И существует такое еще понятие, это стартап-акселератор. Стартап-акселератор я открываю первый на текущий момент в Беларуси. Значит, что на себя представляет? Программа обычно трехмесячная, ускоренного развития стартапа. Ориентированно, в принципе, технологии можно использовать в любом бизнесе, в котором там методологии предлагаются. У меня пока что длительность четыре месяца. Специфика, кто знает полностью, как работает стартап-акселератор? Поднимите руку. Хорошо. Значит, стартап-акселератор предоставляет программу обучения трехмесячную для стартапа определенной категории, в зависимости от стадии его. Если у вас есть сначала идет передакселерация, то у кого нету даже прототипа или нету даже идей. Далее, если в следующей стадии это когда есть прототип, но нужно коммерциализировать и получить первую продажу. Следующая стадия идет, это уже глобализация, когда вы выходите покорять другую страну, другие части мира. Они называются пресид, сид, стадия А. И так далее. Пошли. Поговоря с раздачей. Иди. Значит, что делает, ну как существует стартап-акселератор? За счет чего? Значит, у него есть два условия. Это либо вы предоставляете долю в компании, либо платите им деньги, кэшем, за то, чтобы они вас обучили. Сразу предупреждаю. Многие говорят, ну, среди стартапов есть такое заблуждение, что стартапы, зачем им отдавать деньги, лучше получить каких-нибудь 50 тысяч от бизнес-ангела, инвестора обычного, пойти в стартап-акселератор, заплатить ему 10-20 тысяч за обучение, и у вас еще в прибыли вы. Зачем такой здоровый кусок, там, до 10% обычно берут, от 1 до 10% стандартно. Вы должны понимать, что стартап-акселератор, это почти как бизнес-ангел. Он в вас вкладывает свои деньги, они еще бывают инвестируют, дают деньги для старта, и плюс вас обучают. И вы для себя должны всегда ставить себя на место инвестора. Вот вас будут продвигать лучше по всей базе инвесторов тот стартап, где есть доля, или тот, который заплатил деньги. Ясное дело, это будет, где доля, то он более заинтересован в обучении для того, чтобы в него влили больше денег и получить прибыль свою. Далее. Ставя себя на место инвестора, есть такие градации там, инвестор, бизнес-ангел, венчурные фонды. Венчурные фонды работают на стадии обычно от А. Стадия А, когда выход на другие регионы. Они разделяются те, которые просто покупают долю, а есть, которые работают почти как акселератор, они еще выводят вас на какой-то рынок. Специализируются на выходный рынок на Азию, Китай, Индию, Америку, Израиль, арабские страны. Потому что вы не знаете, как туда выйти, с какими условиями, через какие каналы продвигают свой продукт. Они на себя это все берут, и за это берут долю. И плюс еще инвестируют. Просто венчурные фонды. Вы будете сначала на первых этапах работать с обычными инвесторами и бизнес-ангелами. Бизнес-ангел кто это? Обычно это бывший предприниматель в какой-то успешной области, который имеет, ну, пример там, Потапенко. Имеет сеть, имел сеть супермаркетов, в ритейле, в продажах. Он эксперт, и он обычно там, ясное дело, специализируется на стартапах, которые занимаются продажами. Продажами, рекламой, все, что около этого. Дисконтные карты. Он имеет деньги, которые заработал классическим путем. И он имеет экспертизу в данной отрасли. Это первая часть. Вторая часть, это второй вид бизнес-ангелов, это бывшая стартапа. Бывший стартап, который дошел до стадии бит, ему дали инвестиции более, там, миллиона. Там, пять, десять, неважно, даже миллион. Здесь он выбирает. Он может продать полностью всю свою долю, и корпорация дальше находит там директора, и пошло далее. Поехала, она превращается все равно уже в IT-компанию. От стартапов, по большому счету, ничего не зависит. Либо, но ему дальше придется опять изучать. Это все, это изучение уже корпоративных, ведение бизнеса корпоративного. Это полностью заново нужно изучать бизнес. Но ему понравилось, например, быть стартапом. Тусоваться в этих тусовках, день и ночь там не спать, там, разрабатывать, креативить. Поэтому он выбирает, у него есть миллион. Что он может сделать? Пойти купить квартиры и потом сдавать? Нет, он в этом не разбирается. Там, купите обычный классический бизнес, все равно, любой бизнес будет переносить меньше денег, чем стартап, чем венчурное финансирование. Поэтому он идет и становится обычным бизнес-ангелом. У него есть деньги, и у него есть экспертиза, как пройти от идеи до получения инвестиций от венчурного фонда. Как выходить на другие рынки, глобализация, но полностью он знает, как что делать. Ясное дело, он будет, когда он вам дал деньги, проинвестировал вас, то он будет заинтересован, как можно больше вас обучить, дать вам знания, чтобы вы точно не проиграли, ну и получили финансирование. И он на этом заработал. Вот. Потом есть просто классические инвесторы. Это те, которые заработали там в 90-х, до этого, неважно как. У них есть деньги. Они понимают, что бизнес обычно классический сейчас играть тоже они не смогут. Ну, тот, кто работал, например, на госзаказах, на тендерах или еще где-то, он не пойдет в классический бизнес, где нужно делать все правильно, грамотно, кучу всего знать, изучать опять интернет, потому что сейчас уже без интернета ничего не сделать. И он думает, а куда деть деньги? Как монетизировать? В банк положить? Под 3%. Нет. Поэтому они выбирают, тоже пытаются обучаться венчерному финансированию. первые, кто не обученный, его сразу понятно, это из классического бизнеса. Кто хочет долю там 50%. Вот кто вам предлагает 50%, это значит обычный классический инвестор, который имеет деньги, но не знает, как инвестировать. А таких нужно на самом деле. Ну, вы можете получить эти деньги, но знайте, что это последний день, который вы получите. Тот, кто покупает 50%, значит, у него больше нету буфера для того, чтобы покупали другие инвесторы. Что это обозначает? Когда, как вам доступнее объяснить? Вот смотрите, акселератор, любой стартап, который на текущий момент вы слышали, что клави, маскарад, они все прошли все стадии. Не было такого, в который он придумал что-то, ему дали миллион. Не существует за все существование силиконовой долины. Все прошли стадии. Это что значит? Пришел он в акселератор либо в бизнес-ангелы. Значит, ему он дал своих там 10-15, ну, до 17-ти есть, но обычно до 10-ти. Дали долю, все, хорошо. Он получил получил, первая стадия получает, ну, у нас обычно от 10-ти до 25-ти тысяч. В Европе, там, за границей, там около 50-ти тысяч средний чек. Первая стадия. Значит, это когда у вас есть прототип. Мы учитываем. Вот вы получили, потом дальше следующая стадия, вам нужно сделать первые продажи. Тут уже 102 тысячи, 100-200 тысяч чек средняя. Ему тоже нужно дать процентов 10-20. Потом выход на международный рынок от миллиона чек. Тоже нужно дать от 10-ти до 20-ти процентов. Итак, если посчитать, то оно должно быть максимум 50-ти процентов. Вот это. У фаундера, основателя стартапа, фаундера, их два, должно быть минимум 50%. Доказано уже психологически, там, что когда у вас есть 50%, вы заинтересованы. Как только у вас меньше, 40, вы уже не чувствуете, что это ваша компания. Хотя, в венчурном финансировании вы должны понимать, когда вас, даже если у вас купят 90% доли, вы управляете. Никто, кроме вас, вы не продаете компанию, как вы все думаете. Нет, вы всегда основатель, вы решаете все, только у вас есть право вето. Другие просто получают, грубо говоря, акции. Часто там, вот, говорят, ICO, ну это вообще фантики. Это почти как акции они покупают. Акции, которые они потом поменяют другому инвестору. Поэтому первые инвесторы, типа бизнес-ангелов, им не важно, что получится на конце. Им важно, сколько вы потом привлечете денег, чтобы у них купили эту долю. Они просто перепродают свою долю. так. Давайте, какие у вас, если у кого-то какие-то вопросы появляются, сразу давайте. Давайте, какие у вас вопросы, чтобы я понимал. все время. Uber на текущий момент до сих пор не получают прибыль. Нет. Я в принципе имею в виду, что у нас допустим есть идея. Взяли в эту идею денег, разработали какой-то прототип. То есть ничего еще не отбили, ничего не заработали в маркете. Да. Взяли еще деньги. Разработали уже к релизу подготовили. То есть из прототипа превратили в продукт. И теперь у нас тоже опять мы еще не получили ничего, мы уже такие размеры. Так это работает? Почти. Инвесторы не тупее, чем никто. Они тоже умеют читать, они умны. У них тоже есть тысяча идей, но они не могут сказать, вот идея, она точно выстрелит. Потому что вы не будете ее делать. Для этого существуют какатоны. какатоны нужны для того, чтобы сделать иллюзию, что вы придумали продукт. Ну, там еще говорят, команды собрать, там еще что-то, но это все неправда. Как мы обычно делаем, мы знаем какую-то идею, которая нужна, например, они объявляют какатон, объявляют тему идеи, ну, тему просто объявляют небольшой приз, собирают команды и говорят, вот у нас есть, например, такая-то проблема, вот такие-то показатели, нужно их улучшить, думайте. Попытка на халяву решить свою проблему? Нет, они не будут делать. Значит, еще, у всех стандапов, 90%, все боятся свою идею, там, рассказать, что-то показать, и прийти с этой идеей в корпорацию, они думают, ну, зачем я приду и расскажу в корпорацию, вот я сделаю такое-то классное приложение, которое будет вам экономить деньги. Все корпорации давно бы уже сами делали стартапы, ни одна корпорация не делает сама стартапы, всех абсолютно покупают, что российские, что во всем СНГ, что в Европе, что в Америке. Почему? Они целесообразно посчитали, что вы будете делать продукт в три раза быстрее. Считается, с 8 утра встали, до 5 вечера, либо с 9 до 6. Это рабочий день корпоративного работника. Там законы, правила, все. Они больше не будут работать. Вы же работаете с 8 до 5, с 5 до 8, потом с 8 вечера бываете до 12, до 2 ночи, и плюс у вас еще выходные. И посчитали, что средний срок изготовления любого продукта, ну, даже стартапа, для вас тоже понятно, должно быть понятно, это 9 месяцев. Умножить на 3 в 3 раза получается уже почти, ну, ого, за это время уже изменятся все тренды. И пока они выйдут со своим продуктом корпорации, то, ну, смысл, если, а им же нужно тоже платить этим разработчикам? А надо разработчикам, а у них же иерархия какая? О, это вы тут собрались в каком-то коворкинге в квартире, и в одной комнате сразу видите, где кто что делает? А у них иерархия, им еще больше нужно платить зарплаты. Поэтому не бойтесь рассказывать ни одному инвестору неважно ваши идеи, потому что он сам не будет делать. Все. У него есть деньги, зачем? Второе. Вы знаете, что, например, все будут вам говорить, и у меня условия, например, на конкурсе тортапа. Это изготовление прототипа, плюс команда из двух человек. Первое. Фаундеры, это общепринятый показатель, основатели, стартапы, должно быть два. Один будет программистом либо инженер, второй предприниматель. Маркетолог, менеджер, неважно, как его, он предприниматель, он ведет все, а другой занимается продуктом. Их должно быть два. Один скажет, что я сделаю и то, и то, и то, в него не профинансируют, не проинвестируют. Далее. Вот вы делите 50 на 50. Потом некоторые спрашивают, а как же привлекать, например, без дизайна, без рекламщика, ничего же не работает. Для этого есть в стартапах, ну, из-за того, что это бизнес более прогрессивный, там крутится больше денег, там уже навыков у всех больше. Поэтому они разработали прогрессивный договор, где указано, какие условия. Есть такие понятия, как KPI. Это условия, которые должны выполнить наемный работник. Берете дизайнера и говорите, вот, у тебя будет, мы можем тебе дать долю в нашем стартапе, 3-5% стандартное условие для них. Но ты должен через год создать нам сайт, группы, где будет посещение минимум тысячи человек, тэта-тэта-тэта-тэ. Можно это разделить на определенные стадии, чтобы не год был, а там по три месяца, по кварталу. Ну, неважно, как вы придумаете. Если он выполняет эти условия, значит он работает. Значит у него есть доля. Если он не выполняет, его доля автоматически по корпоративному договору зачеркивается. Это делается так, чтобы защитить стартап, основателей от балансов. Чтобы не было такого, кто, а я возьму одногруппника, одноклассника, он будет мне помогать, а он на самом деле нифига не будет делать целыми днями. А то лишь вы дали ему. Вот для этих целей есть KPI. Если он что-то, то сразу прописывается, он должен выполнить то-то и то-то. Так, какие еще вопросы? Можно привлечь, если я автоматизирую, у меня есть прототип, привлечь программистов в команду, потому что нет у меня команды. Но не 50 на 50, а на других условиях. За деньги сколько угодно. Да, за деньги сколько угодно, либо, ну вот, тоже можно KPI. А сколько у вас тогда у стартапа основателей? Я один. Значит, есть такие стартапы, которые один основатель, либо он делает продукт на Беларусь, например, для комбайнов белорусских. Он делает датчик какой-то, который экономит топливо, который будут покупать 100% все комбайнеры в Беларуси. Инвестор к вам приходит и смотрит. У них есть такой показатель. 10x. Что это означает? Это уже к основам приходим. Будете слышать все время. Один из десяти стартапов только выстреливает. Это не обученные, не проакселерированные стартапы. В акселераторах европейских 17%, 2 из 10. В российских акселераторах это 28%, 3 из 10. Значит, вот он знает, что один из десяти выстреливает. Значит, он должен вложить в 10 стартапов. И этот один должен дать ему прибыль большую, чем он разделен на всех. Предположим, он каждый день, ну, у них есть там специальные схемы, как они инвестируют. Значит, простой вариант. 10 тысяч он в вас вкладывает. И во всех вкладывает 10 тысяч. Значит, чтобы он окупился, просто в ноль хотя бы вышло. Просто от балды вот в разные стартапы. Вкладывает. Значит, ваша прибыль должна быть 100 тысяч минимум ему прийти. Значит, у вас должен быть показатель 10x. Это значит, что ваш продукт должен быть на минимум одну страну. Если у вас стартап на одну страну, ну, больше чем на одну. Если у вас стартап сейчас на одну страну, вы можете быть стартапом, но, скорее всего, к вам венчурный инвестор не придет. Да. На какой период это 10x считается? Каждый раз. Одно дело за год, допустим, планировать заработать. 5 лет. На 5 лет. Максимум 5 лет. Ну, бывает некоторые, там, скрипя зубы, там, говорят, 7. Но обычно 5. Они хотят через 5. То есть, грубо говоря, за 5 лет его прибыль с этого приятия должна... Да. Как это просчитывается? Берется... Вот когда вы приходите куда-то там к инвестору, что он говорит прототип надо? Когда вы приходите в акселератор, вам говорят, ни в коем случае не делай. Это прототип. Почему? Потому что есть такие методики, там, Land Startup, там, Бережливый Startup, его называют. Что это, суть какая? Они говорят, сначала, сначала вы должны проверить, нужен ли ваш продукт. Потому что первое, ну, из-за чего, сколько вам всего надо рассказывать. Значит, первое, из-за чего умирают больше всего стартапов, это у них заканчиваются деньги. Из-за чего это происходит? Любой стартап, когда получает деньги, он начинает шиковать. Покупать, дорогих программистов ставить, снимает офис в бизнес-центре. И когда уже начинает, уже заканчиваются деньги, тогда либо он умирает, либо он там переезжает в квартиру, как должно быть. Вот, поэтому первое условие, из-за чего умирают стартапы, это заканчиваются деньги. Если к вам пришел инвестор и увидел, что вы сидите в бизнес-центре, он вас не проинвестирует. Если он увидит, что вы сидите в квартире, 5 человек вас, и вы делаете прототип, ну, устройство, там, стартап, значит, вас проинвестируют. Потому что этих денег, которых он даст, их хватит на много. И вы будете точно тратить на продукт. Потому что вы посчитаете, ну, там, прикидывайте просто на пальцах, там, офис будет 500 долларов стоить. То есть, умножен на 10 месяцев, уже, ого, ого, программист, ну, за 500 не найдете. Ну, да, ну, и то, и там всех заберет дешевых. Значит, ну, возьмем 500 долларов. Раз, уже 10 тысяч. Это только один. И вот так вот накручивается, накручивается, и получается, что этих денег только на расходы уйдет. А вам нужно как можно меньше тратить денег на всякую... Да. Так, это первое. Так, что еще? Бился в смысле. Так, давайте пока что... Какие вопросы? Еще. То есть, если я один... Вас инвестор не проинвестирует. 100%. Ну, давайте так, 90%. У них 100% условие, это чтобы было 2 человека. Минимум. Вы же можете... Вы же не думаете, что... Тут можно бояться. Дали, прописали, чтобы он занимался. Если вы видите, что ваш совместный фаундер ничего не делает, можете не давать, но ему все равно долю надо. Либо деньги, либо долю. Есть, есть бизнес-ангелы, которые дают деньги на изготовление прототипа. Грубо говоря, вот эти вот эти 2 тысячи, которые вам хватит, чтобы вы уже показали инвестору. Таких мало, но они есть. Если они видят, что это перспективный проект, плюс есть еще другие вещи, есть грантовые деньги, есть субсидии от государства, которые можно потратить на эти вещи. Обычно, если... Ну, правда, там обычно социальные проекты, социальные стартапы. Но возможно такое. А бизнес-ангелов или инвесторов интересуют идеи, которые патентуются? Да. Ну, как бы... Какой уровень изобретения? Смотрите, им важно, чтобы, если какой-то китайский китайец увидит, что у вас перспективный проект, чтобы они не начали... Ну, вот, например, сейчас колонки, да, голосовые эти помощники, уже клепают всех подряд. И Google, там, Amazon, ну, все, кому не ление. Xiaomi. Xiaomi. Вот нужно сделать как можно технологический проект настолько сложный, чтобы промежуток этот был больше, чем 9 месяцев на разработку. Но китайцы, я не заинтересую. Ну, вообще, я предположен, предполагаю. Ну, чтобы... Можно, без разницы. Просто делится. Они посмотрят, сколько у них, если вы дали им, там, 5-3-7 процента. Ну, скрипятцы, мы согласятся, скажут, ну, ладно, пускай он должен быть. Если у вас будут равные, там, по 15 процентов, предположим, он скажет не. Потому что у вас не будет символов, потому что вы не будете чувствовать, что это ваше. Ну, что все-таки от продукта зависит. То есть, вдруг, там, роль дизайнера, ну, то есть, как бы, достаточно... Редко. Редко дизайнерская штука. Ну, да. Редко, редко. Дальше. Как проанализировать, сколько ваш продукт стоит? Сколько просить денег у инвестора? Выстрелит ли ваш продукт? Все боятся... Первое, ну, для чего вообще вот такие встречи и мероприятия? Вы боитесь всегда делать продукт? Почему? Потому что можно не выстрелить. По этой же причине вы боитесь идти, вы сможете пойти в банки и взять кредит. Вы боитесь, а вдруг не выстрелить. Вот, поэтому... 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 Нужно узнать, что? Первое. Вы приходите обычно к экспертам, к тем же инвесторам. Ну, нормальным бизнес-ангелинам, либо венчурным фондам. И спрашиваете вот такая-то идея. И вам говорят, бред. Либо говорят, хорошая идея. Начинаем билить. Для этого делают, ну, привет, акселераторы, где на безвозмездной основе эксперты... Ну, эксперты это кто? Это венчурные фонды, которые вкладывают постоянно, где у них сделок порядка под 100 в год. Я не понимаю, ну, они сразу видят, где что. Поэтому первое, они скажут, идея нормальная или ненормальная. Второе. Вы должны... Второе, из-за чего умирают стартапы. Мы пришли. Оказывается, что... Второе, это продукт ваш никому не нужен. Вот. Вот. И это вот две основные вещи, из-за чего умирают стартапы. После финансирования, мы говорим. После финансирования. Значит, и тут, как это узнать, нужен ваш продукт или нет. Когда вы приходите в стартап-акселератор, мы говорим, не делать прототип, а анализировать. Существует много методик. Самые простые, это ходить по улицам спрашивать. Либо, если вы на корпорацию работаете, берете и засылаете студента, и якобы он там делает какой-то... Может, по телефону с вами не будут разговаривать. Почему? Будут бояться. Потому что у них будет тогда разглашение коммерческой данной. И зафиксировано это. А так они могут рассказать, например, какие-то вещи, когда они увидят, что якобы для реферата там. Это первое. И второе. Вам все равно придется продавать продукт. Продавать продукт надо будет как? Как? Через интернет. А телефонная продажа? Она не работает. Она не работает. Это значит, вы сделали продукт, который никому не нужен. Это вы сделали многофункциональный пылесос, который много вот ходит. Ходили там 90-е, я помню. А как, по-моему, любые продажи? Нет. Стартапов, в чем и зависит, что это надо экспонента. Это значит, всем нужно это услышать. Все готовы покупить ее. Все. Те, кто услышал по сарафанному радио, им нужно. Ну, некоторым надо подсказать просто. И для этого вы должны узнать рынок. Узнается рынок как? Берется обычно WordStar, яндексовский. Берется аналитические сайты, ну, фирмы, которые, когда корпорации покупают какие-то стартапы, либо выводят какой-то продукт новый, они заказывают аналитику, ну, которые платят они там 10-20 тысяч долларов, и заказывают у крупных компаний, специализирующих на этом, аналитику. И обычно эти компании выкладывают в общий доступ, аналитику. Таких компаний там, у меня в списке 7 всего лишь. Самый знаменитый по стартапам, который специализируется чисто по стартапам, это CB Insight. Есть там аудиенции, ну, есть специализированные ресурсы, это мы все рассказываем нашим стартапам, кому интересно, потом выложим, которые анализируют. У Яндекса есть, ну, Яндекс это русское СНГ, это WordStat, я сказал, у Google, у Google это... Нет, у WordStat это у Яндекса, а у Google это подбор слов. Он показывает тогда сколько, сколько запросов, какая аудитория целевая, вы сразу же видите, какая ваша целевая аудитория, и сколько стоит циклик. Далее, вам нужно просчитать просто на будущее, сколько вам будет даже привлечения стоить. Есть показатель. CTR 1 у стартапов, 1%. Это значит, что, показав 100 человек, 100 людям, 1 кликнет. Это чтобы вы даже продумывали, сколько пойдет на рекламу первоначально. Я правильно понимаю, что вот это вот все, это про B2C, а B2B здесь, может, у нас другие... У B2B это другая вещь, это, там другие подходы идут. Ну, там первое просто, это сразу идете в корпорации, вот, плюс приходите, ну, в акселераторах обычно работают почти со всеми корпорациями. И почему вот так дальше вот вы должны вставить себя на место инвесторов, потому что вы все равно станете, получите, например, инвестиции. Вы станете бизнес-ангелом. И где вы будете искать стартапы? Выкладываете в интернете, что вы инвестор, вам завалят, ну, просто тысячу идей. Да? И там вы знаете, что один из десяти всего лишь будет. Если вы пойдете в акселератор, где обучают, рассказывают, как и что, то там уже три из десяти. А это уже 30% годовых. Поэтому обычно у всех акселераторов есть свой, так называемый, пул, ассоциации, там у Сколкова есть ассоциации, безназначные. Везде есть ассоциации свои. Группы, они кучкуются для чего? Для того, чтобы, как я сказал, каждый специализируется на чем-то своем. Один в ритейле, но у стартапов не бывает там успешных. Только в ритейле там 10 штук, чтобы он вложил в 10 ритейлов. Ему же надо вкладывать в 10 стартапов. Если он вложится в год в два стартапа, это может быть те два провальных стартапа из десяти. Поэтому ему нужно вкладываться в 10 стартапов, в 10% от его бюджета, который имеет у нас стартапы, инвестиции. И для этого он входит в синдикат, так называемый. Ну, группа инвесторов. Они ходят на разные демо-дни, так называемые. Это в акселераторах финальные дни, где обученные стартапы выступают перед инвесторами, которым дали доступ. И инвестор, который в ритейле, вкладывает в стартап, который в ритейле. И другие видят, они знают, что он эксперт, он дает свои же деньги, он же просто так не будет обманывать. Значит, есть большая вероятность, что стартап успешный. И поэтому они тоже вкладываются. Поэтому есть такая вещь, чтобы вы понимали, что нельзя сделать без инвестиций в стартап. Всегда они смотрят, кто еще есть. Если кто-то инвестирует еще и эксперт в этой области, ну, значимое какое-то лицо, то я смотрел, они тоже потянутся. Поэтому это лавина бывает такая. А синдикатам они обычно... Они могут даже инвестировать синдикатом. Просто все раз собрались и дали денег. Кооперативно им дали долю на всех. Да, потому что они синдикат, там все официально. Там не может кто-то раз и мимо синдиката раз и проинвестировать. Там есть условия, он должен оповестить. Они платят там для этого. Зато им рассказывают про стартапы. Ну, там все продумав. Все понятно. Вот так. Я запомнил сегодня гугл-форму для поиска команды, человека в команду. А вот можно в таком семитаре... Да, вот для этого вы сейчас будете представлять свою идею. И тут есть в зале, кто хочет работать, например, в стартапе. Если вы заинтересуете их, то, конечно... Поэтому... Сейчас я отвечу на все вопросы. Давайте, какие у вас вопросы есть? Давайте. Вы говорили про эту программу, да, двухмесячную, где обучают, как раскрутить стартап, начинать разные ставки. Да. Значит, первое, это вы проходите предакселерацию по онлайн-обучению. Ссылку получили. E-do.suit.b Это программа... Я работаю вместе с акселератором фри российским. Это один из самых успешных акселераторов. Он инвестирует обычно в 90 стартапов в год. Инвестиции у него от 2 миллионов российских рублей до там и дальше. Инвестирует обычно в приложение, потому что оно быстрее проверяется, гипотезы. Ну и технологические стартапы тоже инвестируют. Вот это вот колесо, которое на велосипед превращается в электрические. Вот они тоже так инвестируют. Ну, много там они инвестируют в разные вещи. Но когда есть прототип... Ну, они инвестируют... Из-за того, что они от 2 миллионов российских, то они инвестируют уже хотя бы, когда есть продажи. Все, стадия. Уже вышли из пресида, сида. Вот, поэтому у нас что, сейчас я не могу всех взять на обучение. Сейчас я беру только тех, кто готов уже к конкурсу. У кого есть прототип, тех я уже дообучаю, ну, для питча и все остальное. Вот, после конкурса будет уже обучение, и у кого есть только идея. И пока что я не беру долю в стартапе. Еще небольшой вопрос. Скажите, вот эти стартапы, о которых вы говорите, они касаются исключительно продукта, либо услуга тоже может под это попадать? В смысле, у меня идея связана с услугой. Ну, вы уже сказали две строчки, уже могли сказать суть стартапа. Вы должны учиться говорить суть стартапа в трех строчках. Вы придете на, даже если у вас нету прототипа, вас не отобрали, вы идете как посетитель на мероприятие. Видите инвестора, не боитесь, берете, подходите к нему. Если он иностранец, видно, что на английском написано, берете, бесплатного переводчика с ним подходите. И говорите, у меня стартап, три строчки. Делает то-то, решает проблему такую-то. Проблему, запомните, всегда стартап решает проблему какую-то. Как еще можно поиск, у кого нету идей для стартапа? У всех есть, да? Ладно. Потом у вас может быть пивот, вы можете оказаться, что у вас, ваша идея никому не нужна. Вы должны пробовать. Ни в коем случае не бросайте. Все равно, если есть уже идея, вы хотите заниматься стартапами, это значит, оно все равно выстрелит. Тот, кто проигрывает, со второго раза на 50% вероятность, что он уже получит опять успешный стартап. Да, и нету такого, что он проиграл, и значит, все инвесторы больше не будут в него вкладывать. Наоборот, они будут вкладывать, потому что он уже проиграл, он знает, из-за чего он проиграл. Больше вкладывается в продукт, либо в услуги. То есть, вот у меня, вот я хочу вот это различить. У меня говорили либо о продукте, либо об услуге. Насколько конкуренто способны услуги, допустим, в сравнении с продуктами? Давайте так, есть приложение, у них разделяется на приложение, software и железяки, устройство. Железяки у них просто дольше цикл, но он уже конкурентно более конкурентоспособный, там уже у вас меньше вероятность, что конкурент может прийти с таким же устройством. Поэтому специализируются одни на приложение, а другие на устройство. Поэтому вы предлагаете что? Устройство, либо приложение. И не устройство, не приложение, а какая-то конкретная услуга по решению проблем. Тогда вы должны понимать, что если это делает человек, как вы будете масштабировать на весь мир? Даже не так. Как вы будете масштабировать, предлагать вашу услугу в Индии? Стартап, пока только в Беларуси касается. Вот. Это стартап так. Стартап, где вы не получите инвестиции. Потому что он рассчитан только на аудиторию нашей страны. Там меряется, на самом деле, стартап, даже меряется не цифрами, сколько объем рынка. Это вы будете рассказывать эти цифры, вас инвестор все равно не будет даже на них смотреть, потому что он знает, что ему нужно будет все равно перепроверять эти цифры. Потому что вы, конечно, увидите, что объем рынка там мобильных телефонов миллиарды, а вы делаете приложение только для чего-то специализировано. Вы, конечно, будете красивые цифры показывать. Там меряется в человека. Что-то типа Инстаграма. Там нет заработка. Там нельзя посчитать и сказать инвесторам. Вот. Инстаграм, он зарабатывает столько-то денег. Нет, там есть люди. Штуках, которым можно показывать потом рекламу. Все. И за счет того, что их там 10 миллионов, можно каждому по доллару взять по доллару уже 10 миллионов. Вот. Поэтому всегда нужна аудитория. Чем больше, тем лучше. Первый вопрос. Вот, например, у нас есть стартапы, три участника, всех равные годы. Угу. Мы говорим сейчас о том, что это не привлекательный инвестор. Как это выходит с такой ситуацией, если... Почему у вас три... Смотря у кого, давайте так. Кто что делает? Предприниматель. Ну, предприниматель есть, программист есть, и два программиста. Ну, нормально. Нет, это ничего такого. Вы просто у вас пропорционально будет уменьшаться доля. Все. Тут нормально. Она просто уменьшается, и все. Ну... А, еще вопрос. Да. Если на сегодняшний момент нету протоципа, но он только разрабатывается, значит, автоматически мы пока на конкурс не попадаем? Да когда сделается? Когда сделается? Смотря на какого уровня протоципа. МВП. Всем нужно, чтобы оно просто могло существовать. Чтобы это было не идея, которая вы скажете. Я сделаю, чтобы сзади фотографии, сзади человека можно было просматривать на фотографии, что сзади него стоит. Да, крутая идея, и все. Теоретически МВП должно быть готово к... Это может быть чуть ли не скриншоты. Это может быть просто, что оно работает. Нет, ну, я же говорю, оно как-то действительно будет, как мы вот на прошлом договаривались, там, 15 октября должно быть. 15 октября, если будет, то хорошо. К этому времени еще должен быть пич, презентация, ну, и, как я сказал, анализ рынка. У кого есть прототип, команда, быстренько делаете анализ рынка, просто меряете, сколько у вас там. Что есть эта проблема. А, дальше еще. Как если у вас окажется, что у вас все-таки стартап, и он никому не нужен, как искать идеи? Достаточно легко, просто. Это предложили... Есть такие... Раньше была мода в 2000-х. Книжка, что-то типа пожеланий, жалоб. Сейчас это работает как форумы и отзывы о сайтах. Заходите на них и изучайте. Успешно какое-то, например, приложение, да? И все жалуются на что-то. У всех проблемы. Это значит, если вы сделаете приложение без этого бага, без, ну, которого-то решает эту проблему, все, значит, это все ваши клиенты. По поводу долей, я хотел спросить. Доля основателей с каждым разом уменьшается при этом... Ну, а у нас, да. И, а что касается долей инвесторов, то есть первый инвестор получил, допустим, 10%, но основателям осталось 90%. Когда пришли следующие? У первого стало 9%? Или только основатели долей отрываются? Там по-разному можно. Можно сделать, чтобы у всех пропорционально уменьшалось. Можно сделать, чтобы у главного оставалось спиксировано, у других уменьшалось. все прописано в корпоративном виде. Ну, смотрите, там уже решается по-другому. Там есть что-то типа право голоса, где у каждого есть определенное количество голосов. Например, у основателей есть, например, 5 голосов. Ну, давайте так, 4. А у всех-всех-всех там 20 инвесторов есть 6. И только если все проголосуют единогласно, значит, какое-то решение будет принято. Если у вас еще нету даже юрлица. Все верно. То есть, я же спрашиваю, именно вот этот момент мы просто путем переговоров, по сути, переговоров и голосования. 100 лет мы будем сотрудничать с темным инвестором, либо с полным инвестором, либо еще. Все верно. Да. Все правильно понимаете. И здесь можно сделать, чтобы, если вас... Ну, тут будет сложно сказать, когда 3 человека. Когда 2 человека, это понятно, должно быть единогласно. Либо вы развалитесь. Когда 3 человека, вы решаете, у кого, например, 2 голоса, у кого по 1 голосу. И тогда единогласно. Либо решением 1. Да, но он должен быть. Какие еще вопросы? Еще раз возвращаясь к сфере услуг. У меня медицинские услуги. Скажите, что такое прототип для... Медицинское... Ну, устройство. Нет, не устройство. Услуги. Итак, это ноу-хау. Такого нет у меня в РБ, ни в СМГ. Это телефонная консультация, как врачей, так и ветеринаров. Решаем вопрос доступности в удаленных районах и так далее. Ну, Яндекс то это реализовал уже? Яндекс это не так реализовал. Дело в том, что сбор анамнеза там проводится некорректно. А живое общение с врачом и ветеринаром, это немножко другая слайда. Значит, тут, если они видят, смотрите, инвестор, так, он видит, что у вас есть... Ну, тут легко, тут группа видео-чат. Правильно? В Америке это будки обычно в супермаркетах стоят, где они заходят, закрываются и быстренько показывают все свои болячки. Значит, там чуть дороже просто оно стоит, чем в кабинете сказать. Тут же вы просто показываете видео-чат, показываете, как вы будете монетизировать, что есть проблема. Ладно, у вас есть там Яндекс, который имеет уже такую идею, ну, про это тяну, стартап. Тогда вы должны показать, что вы будете успешнее. Значит, у вас должен быть в команде эксперт на голову выше. Что это значит? Так как у вас два основателя, либо у вас продажник суперкрутой с 25-летним опытом, и он вот основал это, довел такую-то компанию, это вы расписываете в команде, либо у вас какой-то суперкандидат наук, который защитил немеренно нау-хау, и он, ну, и они видят тогда, ага, значит, у них есть эксперт, значит, у них все-таки научно доказано. А для людей, для кастомер, ну, покупателей, для них важно все-таки эксперт тоже. Медицинский, в медицине им важен все-таки, ну, спец. Поэтому, если они видят, что, ага, там вот у них такой-то, такой-то, ну, ученые, то все. Тогда можете оперировать, главное оперировать здесь. Ну, прототип тут уже старостепенно становится, а тут уже оперировать надо экспертами. Основателями. Основателями. Не просто привлеченный, что он у вас, мы привлекли доктора такого-то. Нет, основателями. Далее вы проговорили сделать анализ рынка. Да. Что имеется в виду? Доктор на дом. Берете, забиваете просто запрос, ну, есть такая статистика, вот, в Бордстат, в Яндексе, например. Доктор на дом, и смотрит, сколько таких запросов. Это значит, все они могут пользоваться вашим приложением. И все вы можете показать ваше, ну, ваше приложение, и они скачают, скорее всего, начнут пользоваться. Если их большое количество, все, значит, вот это анализ рынка. Только вот эта цифра, и все. Неважно, сколько там, они платежеспособны, но потом вы будете уже более детально показывать, вас спросят, а что такое ваша ЦА, целевая аудитория? И вы тогда уже более детально начинаете изучать. Так, это, например, мамы, которые сидят дома от 30 до там. Есть такое. Вот, ну, но самое главное, вы должны показывать цифры. Вот эти вот обычные цифры. Это количество запросов по такой-то ключевой фразе. Да, да, да. Ну, это просто, это все доступно, и ничего сложного. На самом деле, вот. И вам, на самом деле, не надо делать прототип. И вот, когда вы увидели, что оказывается, ага, все-таки запрос делают, а может быть, оказывается, у нас в Беларуси не доверяют. Все зависит от менталитета народа тоже. Одни, например, есть стартапы, которые в СНГ выстреливают, а в Азии не выстреливают. Потому что у них менталитет по-другому устроен. Есть вопросы? Значит, если вы проходите до конца, и вы видите, что у вас набралось более 80 баллов, это означает о том, что у вас там есть продукт, анализ, вы обучены, и этого достаточно уже инвестору. Значит, мы по вашему желанию мы можем отправить всем нашим инвесторам вашу презентацию, кто вы, что ваш стартап, связать вас в единое. Далее, если вы уже захотите, вы можете прийти к нам в акселератор и пройти дальнейшее обучение, более детальное, потому что там, ну, там очень азы. Опять же, просто этот ресурс вот на тот же момент столкнулись, там столько баллов. Да, ну потому что его запустили 1 сентября. Бета. 1 сентября. Тоже стартап. Тоже стартап. У нас есть шаблоны, мы потом их разошлем. Стандартно. Значит, первое, последний слайд. Ошибка всех. И даже некоторые акселераторы не объясняют. Последний слайд, это должна быть ваш первый слайд, грубо говоря. Название стартапа. В одной, в одном абзаце, что он из себя представляет, доступными словами. Делаю то-то, то-то. Контакты. Все. Это для чего нужно? Когда инвесторы, они не записывают все подряд. Они вот сидят, смотрят, ага, вы рассказываете, рассказываете, классная идея. И потом у вас остается ну мало времени, вы начинаете спешить, 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 последний слайд, быстрее шмякаете. Ясно дело, у него не будет времени записывать, они обычно фотографируют. Вот он сфотографировал, когда у вас просто контакты, а кто это и что это. Он даже, может быть, заинтересовался вашим стартапом бы. Но он потом вас в зале не найдет просто. Он не вспомнит, что это за стартап. Когда просто контакты на фоне. Поэтому последний слайд, это должно быть описание, ну название у стартапа, если бы он просто забил, например, в интернете. описание его и ваших контактов. Если вы еще на лицо попадете, ну там, чтобы он вас потом еще нашел на кофе-паузе, тогда вообще хорошо. Если вам задают вопросы после питча, выступления, значит, есть интересовность. Если не задают вопросы, значит, значит, А когда, нет, вам будут задавать вопросы плохие, вас будут выводить из себя, говорят, что у вас неудачны, а что вы будете делать, когда у вас закончатся деньги? Это, вот эти вот первые деньги, они самые тяжелые. В том смысле, что инвестору нужно проверить вас. А вдруг вы расплачетесь и уйдете? А он знает, что если он вас даст деньги, то ему нужно окупиться не денег, не за счет продукта, что вы начнете продавать. Нет. Он окупе вот эти вот первые инвесторы бизнеса, они зарабатывают за то, что у вас венчурный фонд уложится и вам даст вот эти вот деньги. Вот они получат вот эти вот финансируют. И значит, он зарабатывает за счет того, как вы презентуете. Вы можете, даже бывали такие случаи, и это не раз, их просто сильно там не разглашают, чтобы беды не было. есть кто рассказывает легенды, что вот такое крутое приложение, вот оно делает то-то. Ну, были такие, что чуть ли не нанимали там сто индийцев, они загружали какую-нибудь фотографию, оно там что-то раз и быстренько делало. А это вручную все делалось. Вот. И получается, а инвестиции получали, получали, получали. на самом деле вот этим нижним инвесторам, им, ну, не важно, на самом деле, это, как вы будете зарабатывать, как вы получаете деньги, да, но важно, они проверят рынок, потому что следующие инвесторы тоже будут проверять вас. По сути, на первоначальных этапах это не только пузырь получается, который грамотно можно продать, и если у вас дальше пойдут некие бизнес-показатели, то как бы идея выстрелит. Да, все верно. Если там рост соответствующий пошел. скачивание либо покупатель. Да, это значит, вот почему должно быть два всегда основателя. Один пилит, другой презентует. Входит и рассказывает красиво, что вот оно делает то, 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 то. А вас тестируют, что вы, сбежите вы или нет? Как вы себя реагируете? Например, скажут, а вот есть такой-то стартап. Вы должны знать, ну, все в глаза проанализировать, есть ли стартапы другие. Потому что скажут, а вы здесь лучше, который вы просто не очень не знаете. И чтобы вы могли оперировать и говорить, что, а, он плохой, он делает такое-то, оно дорогое, оно вообще ничего не умеет, а у нас вот тот, тот уже есть. И когда вы отвечаете, ну, уверенно, все, тогда нет. Все. Уже на кофе-паузе. вы сказали, первый должен быть последним с контактами. Да. Я вас потом не дергал. Все, я понял. Да, проскочил, будете возвращать. вот в таком виде примерно? Нет. Нет. Слайды. Ну, первое, ну, ясно дело, это не важно, это как у вас будет, вы все равно его щелкнете сразу же. Он чисто важен для фотографии первой. Первый, не важно, как он будет оформлен. Второй, это что из себя представляет ваш стартап. Мое приложение делает то-то, то-то. Второе, какую проблему решает. я делаю это приложение, потому что столько-то людей нуждаются, вот они запросы делают, ну, нет, даже просто какую проблему решает. Есть такая-то проблема, мой стартап экономит. Или нету аналогов, а все хотят быстрее. Третье, есть вот такой-то показатель, конкретный, сколько его запросов, сколько рынок, какая моя целевая аудитория. Далее, в общих чертах, как я собираюсь монетизировать. Никому не важно, потому что вы потом все равно передумаете, но все просят, чтобы было, потому что так вы якобы изучали, по крайней мере, занимались. бизнес-план я буду продавать приложение, я буду зарабатывать за счет рекламы. Это нужно для того, чтобы они поняли, как вы будете его продвигать. Зададут вопрос, а как вы будете продвигать? Вы скажете, контекстная реклама, либо сарафанное радио, либо там еще как-то. а если у меня вот есть бывает, а у меня есть связи, тоже работает. Все, этого достаточно. Шаблоны я вам скину, все будет у вас что должно. Да, задавайте. По поводу презентации. Диктанность презентации и сколько времени стоит на вопрос? И предполагается время на вопрос? Ну, всегда предполагается, это ясно делаю. самое интересное. Пич три минуты, максимум полминуты вы можете задержаться. Пять минут на задаче задавания вопросов. Это стандартно, международно. Ну, бывает у кого-то больше, меньше, там, на чуть-чуть. Ну, за это время достаточно. Сколько проверено? Ну, на самом деле, ну, сказать вот эти вот слайды, остальные ваше, все, что вы говорите, это просто, чтобы красиво преподнести. Рассказать, а у нас вот такой дизайн, у нас только это продаж, но это у кого уже есть там какие-то продажи. Просто это у других, вот, им нужно чуть больше рассказать. они должны показать, например, трекшн, это история стартапа. Потому что, если вы берете, ищете инвестора для изготовления продукта, который будет продаваться, то это один инвестор, он смотрит на одно. А когда вы смотрите на расширение, ну, чтобы перейти, например, на Россию, там, или на другую страну, то инвестор смотрит, сколько у вас было, грубо говоря, показываете диаграмму, и вот, показываете, вот я в этом месяце продал 10, потом 100, потом 1000, и он видит, ага, 10-кратный рост каждый месяц. Ух ты! Лучше я вообще тут все этот, всю долю выкуплю. Ну, либо показываете, вот, если вот оно есть, ну, вот так вот диаграмма есть, все. Значит, ну, это история ваша. Грубо говоря, либо скачивание, либо продажа. Нет, это если уже стадия, как говорится, да, это когда стадия другая, питчат все подряд. Вот, всем нужны деньги. Нужно много стадий проходить. Вот, поэтому чуть-чуть, и слайды чуть-чуть отличаются, поэтому нельзя сказать, есть универсальный слайд, но у вас не будет трекшн. Ну, вот это вот. Нет, в любом случае, если мы решаем какую-то проблему, надо подать конкретную проблему, чтобы она стала так же очевидной. Показывайте, сколько количества, вот есть, вот пока что решают эту, ну, обычно еще как говорят, например, вот столько-то скачивают, но эти люди пока что решают проблему вот так-то, ходят пешком, а мы предлагаем им ездить. вопросы? Проблема? Проблема? Что делает стартап? Ну, и в конце контакта. Все. Что вам нужно? На каких условиях? Как я сказал, пока что безвозмездно. Акселерация это там у вас надо сидеть и идти? Нет. Это онлайн? Можно онлайн, но все равно вы должны приходить. Это фултайм? Нет. Это приходите и с менторами раз в неделю минимум всегда должен быть. Раз в неделю в учениках? Да, четырех. После того, как пройдете онлайн-курс. Хотя бы осы, чтобы вы знали слова стартаперские. Потому что там вы, кстати, когда вы будете, ну, мы вам скинем, когда вы будете, там они любят очень умничать и говорить вот на этих вот зарубежных словах. какой у тебя там трекшн и все такое. Поэтому вы должны не растеряться знать хотя бы это. Можно дополнить вопрос, раз вы сказали смотря в чем. Я не в виду в плане там, например, пиара какого-то там. Пиар? Для чего вы выходите сюда? Тут пиар будет. 150 СМИ мы уже позвали. Так это там будет, но надо же еще как-то до него дойти. А, ну, вы имеете в виду, если не пройдете туда. Если не пройдете на конкурс. Я пока просто предполагаю, спрашиваю у вас, какая у нас помощь. Пока как пример все спрашивают. Либо, например, есть команда, но нам нужен там, например, дизайн. есть команда, нужен дизайнер, выходите и пичите свою идею. Вот сейчас вот. Прямо сейчас вот, да, вот один за одним. Потому что сейчас здесь сидят люди, которые хотят работать в стартапе. Есть кому нравится не идти в крупную IT-компанию, работать с утками с утра до ночи и по правилам ходить в определенном стиле, потому что у нас нету гугла. И они хотят попробовать себя. Плюс им для опыта тоже это пригодится. Потому что они работали в стартапе, они знают, как и что. поэтому пичите. Второе, если вы не нашли на пичах, которые мы вот так вот проводим, у нас есть база. На текущий момент это более трехсот человек, которые хотят работать в стартапе. Ну, работать либо участвовать. Есть, которые просто хотят помогать. Ну, у всех разное. Потому что у нас до сих пор, из-за того, что у нас первый акселератор, у нас, если забить в Беларуси, именно в Беларуси, что такое стартап, вы не найдете определения. И поэтому у нас приходится объяснять вот эти все азы. Что такое стартап, что оно, ну, какими вот они категориями относятся. Поэтому все хотят попробовать, а все слышат, что стартап это там большие деньги. Потому что статьи обычно у нас публикуют. Не как получил инвестиции от бизнес-ангела или инвестора, а как получила от венчурного фонда 2 миллиона. Или как его выкупила корпорация Google. Да. А как с этим падает на фондец? То есть там программисты? Вы, ну, смотрите, вы просто берете, заполняете, мы сейчас добавили прямо на сайт форму. хочу найти команду специалиста. Заполняйте, кто вам нужен, суть идеи, потому что человеку, программисту, дизайнеру, предпринимателю, ему тоже важно работать в то, что он верит, а не то, что я там сделаю квадрат, который будут все покупать. Нет, вы должны тоже кратко объяснить суть вашего проекта, ну, чтобы заинтересовать его. Мы рассылаем по базе, кто хочет, к вам приходит. Контакты вы даете, мы им рассылаем. Все, мы связываем. Я, правда, ну, как бы не знаю, если уже есть предложение по акселерации, да, то, ну, я вот не знаю, как бы, наверное, с вами отдельно можно поговорить. Со мной отдельно пишите. сейчас организационных вопросов на мне очень много, на самом деле. Нет, просто вы уже предлагаете. Да, ну, просто приходите и рассказываете, что вам нужно, мы помогаем. На самом деле, потом, ну, мы будем давать вам экспертов, тех же бывших стартап, ну, бизнес-ангелов, которые будут, есть просто менторы. Ну, менторы, они называют себя менторами, это просто, чтобы не называть себя бизнес-ангелами или инвесторами. Есть менторы, которые, что делают? Им нужно влиться в тусовку, где есть много стартапов. Обычно они менторы в каких-то акселераторах, бизнес-анкубаторах, технопарках. Они, для чего это? для чего это? Так, не надо заходить в ассоциации, у них есть доступ, и они на живую с вами всеми общаются. Они видят, о, эта команда, я вот им буду подсказывать бесплатно, и когда я вижу, что она готова, то я ему раз, приду и скажу, вот, на деньги, я вот тебе финансирую. Поэтому менторы, можно сказать, никто это не говорит, это скрытые бизнес-ангелы. У нас акселератор находится сейчас в Загордом, мы просто у нас сейчас три базы, сейчас мы ищем, куда все-таки будем, где акселерировать. Пока что у нас есть в Малиновке, Пушкино и Загордом две базы. Да, это у нас основной просто офис там. Там бухгалтер, юрист, такой вот. Там, где у нас больше бизнес такой, как центр, это у нас в Загордом и в Малиновке. Мы все понимаем, акселерация будет уже после вот этого конкурса? После конкурса, да. Если мы увидим, что вы сделали прототип, ясно делаем, мы быстрее, но мы же заинтересованы, чтобы показать тоже лучшие стартапы для инвесторов. А, то есть можно начинать акселировать с фигня. А ваша мотивация? Наша мотивация, что к нам приходят, чтобы быть и получать стартапы, инвесторов, чтобы получить доступ к нашим стартапам, он просто нам дает деньги. А, то есть вы свою ценность повышаете? Да. да, потом, когда мы сделаем свой трекшн, что все увидят, что мы так обучили стартапы, что выстреливая 3 из 10, ну, больше пока что еще никто не переплюнул, 3 из 10, то значит можно уже брать деньги. вот, ну и плюс мы просто помогаем, например, я создал, как я сказал, центр продетипирования за свои личные деньги, просто бесплатно, где любой может прийти и делать, изготавливать спорта ну это такой хаб для гиков. Смит Дельтав называется, центр молодежного инвестиционного творчества, значит понятия есть, чтобы вы тоже слышали их. Есть куворкинги, куворкинги большое место, где пришли за 50, среднее это 50 долларов серии и работаете. Нужно для того, чтобы не отвлекаться дома на чаечек, там еще что-то, пришли и пилите. Обычно это делают фрилансеры. Дальше есть пациенты, дальше есть в Советском Союзе они называли центр коллективного пользования, сейчас это фаблабы, либо центр прототипирования, либо цмиты, российское название, у меня цмит Дельтав называется. Это все одно и то же. Другие синонимы это хак-спейс, хакер-спейс. Место, где вы приходите, обычно они монетизируются, ну, тоже, 50 на 50, есть которые монетизируются, вы приходите и платите почасовую работу. Зачем покупать шуруповерт, паяльник, для того, чтобы спаять платку, если можно прийти, заплатить там доллар и два часа паять, сидеть. Ну, у меня все это бесплатно, там и комплектуки, и оборудование находится в радиотехническом институте. Тут, рядом. Также будет сейчас делаться фаблам здесь, в технопарке политехник, и, ну, одновременно они делаются с БГУ. Как там, что будет, неизвестно, но, скорее всего, не, не буду гадать. Я понял. 20-30 процентов. Все-таки, наверное, меньше слышат они, а если и заикаются, им говорят, иди кадошку пай. Ну, в реальности она такая. Вот, поэтому 70 процентов все-таки это я смотрю, это, Минск, есть Гродно, Брест, Санкт-Петербург, Москва, Киев. Вот, это откуда приходят заявки. А я просто слышал IT-статапы, не сразу с IT-сферой? Ну, мы говорим с IT-сферой. Они почти все с IT-сферой. 90 процентов от IT-сферой. Да, есть там, Бридовая. Ну, Бридовая, не 10%, где-то 20 процентов это вообще не связано со стартапами. Это я хочу открыть для пенсионеров, там, дом престарелых. локальный бизнес-плод. Это бизнес. Классический бизнес, который не может вырасти. Есть у нас единственное, можно сказать, бизнес, который называют стартапом, это дудо-спица, потому что она умудрилась, все говорили, что нет, ты не сможешь так масштабироваться быстро. Только у Макдональдса получилось. А только у него взял и вот он быстренько как-то грамотно сделал франшизы своей, и он быстренько масштабировался. Только ему удалось, и его только единственное называют это стартапом, потому что у него было раз, и вот так вот. Потому что как бы сеть, ну, как бы мы можете открыть магазин, да, это бизнес. Если вы сможете открыть сразу за год там, 10 в магазинах, да еще в разных странах, но это нужно иметь опыт 50-летняя. Да. Хорошо, вот сейчас можно представить? Да, сейчас будете. Вот я хочу просто задать, чтобы все задали вопрос, чтобы вы услышали. Все, больше вопросов нету? Нету. Все. Давайте. Можно, да? Да. А флешку показать сразу, да? Хотелось бы и в вашем мнении услышать чего-нибудь по тайге. Это все скажем. Здесь наиболее все скажем. Да, а здесь может и здесь да, программиска сразу. Там надо. кликер. Кликер. По очереди надо будет открывать и будет не совсем удобно и снять. Что тут есть? Ну, получили, где мне надо будет. Так, наверное, через... Давайте попробуем. Вот. Вот у нас у него. мой стартап, моя идея предназначена для всех, кто вот как я, например, 15 лет назад или 17, я не помню. Ну, короче, 90-е годы прошлого века сел за компьютер без очков и без очков читал. И вдруг в один прекрасный момент я обнаружил, что в экране монитора я смотрю и ничего не вижу. Я читаю книгу, вот в книгу смотрю и вижу. Сами понимаете, что. И пришлось заказывать очки и теперь я и читаю в очках, и работаю за компьютером, за монитором в очках, но послабее. И года 4, может, 5 лет назад я задумался над тем, как улучшить зрение. И прекрасно меня понимают те, кто вот как я. Те, кто уже за компьютер без очков и сейчас только в очках могут работать и читать книги. И никто от этого не застрахован. Абсолютно никто. И это не лечится таблетками, это не лечится уколами, это в крайнем случае на худой конец эта операция может быть, поможет. И замена хрусталика, если уже пойдет катаракта в каком-то возрасте, из-за того, что хрусталик потеряет эластичность и в нем накопятся продукты распада, он потемнеет и все, и вы не можете, не сможете сидеть за компьютерами, как это делается сейчас. И я разработал, сначала экспериментально я это делал опытным путем вручную, но вот в этом году примерно полгода назад мне сделали прототип по моему техническому заданию. Вот как здесь. Это приложение к Word. Значит, здесь загружаем мы любой текст в формате Word. Вот там зеленая кнопочка вверху это запускается макрос. Получится у вас вот зеленая, да, она вот эта вот. Макрос не найден, под соображением безопасности вот включается это, отключается блокировка макросов. Да, у вас здесь, наверное, в компьютере показать справку, там должен показать, как отключается этот макрос. Угу. Включается макрос и мы запускаем запускаем этот макрос, копируем сюда любой текст в формате Word. Угу.